Привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик, наконец-таки, посвящен интереснейшим рейтингам. Давно у нас не было подобного рода видеороликов, не было каких-то определенных тем, моментов для обсуждения по рейтингам. Вы знаете, как я к ним отношусь. Если вы хотите, чтобы видосов, связанных с рейтингами в наше время, вообще было больше на канале, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком и подписочкой на канал. Ну и если вы еще, конечно же, вдруг не подписаны. Сегодняшняя тема будет связана с новыми рекордами. Прошло чуть больше двух месяцев с предыдущих рекордов, посвященных недельным заработкам в игре. И вот, вуаля, прошло два месяца и у нас уже есть новые интересные рекорды, к которым на данный период времени дотянуться будет очень сложно, как по мне. Я не знаю, реально ли это вообще сделать, но чисто в теории, конечно же, да. Но на это придется потратить очень много сил и времени для того, чтобы такое вообще перебить. Сегодня я буду говорить о новых рекордах по опыту и кристаллам, недельным, соответственно, как я уже сказал. И расскажу о трех игроках, которые сумели превзойти предыдущий рекорд. И плюс пройдемся немножечко по топ-10 статистичке, по опыту, по кристаллам за эту неделю. Спасибо огромное человечку, который, скорее всего, смотрит данный видеоролик, за то, что предоставил мне скриншоты, потому что я, как всегда, забыл все это дело задокументировать, чтобы у меня они сохранились. Хорошо, что есть люди, которые эти скриншоты делают. Соответственно, друзья, предыдущий рекорд за неделю по кристаллам два месяца назад составлял 2 миллиона 36 тысяч кристаллам. Сейчас рекорд превзошел Артемочка, Кинков Степа, на целый миллион. Сейчас рекорд по кристаллам 3 миллиона 41 тысячи. Вы просто вдумайтесь в эту цифру. За одну неделю, за одну неделю игрок набил 3 миллиона кри. Кто-то турниры там играет, выигрывает призовые с турниров по какие-то небольшие, неогромные суммы, а тут за неделю игрок поднимает 3 ляма. Для меня это, конечно, безумнейшая цифра, но нужно, конечно же, сказать о том, что данный игрок бы не сумел бы никак сделать данный рекорд, если бы у нас в игре не было x4 фондов. Ну, про опыт, как бы он x6 был, но опыт на это особо и не влиял. Предыдущий рекорд игрок ставил также на повышенных фондах, но там получалось, что не на протяжении всей недели были повышенные фонды в x4. Если мне память не изменяет, то именно так все это дело и работает. Артемочка сумел поставить нереальнейшую жесткую планку. Я, честно говоря, где-то сомневался. То есть, понятное дело было, что он побьет рекорд. То, что больше двух лямов он сможет набить. И это не являлось какой-то там сверх жесткой преградой, потому что отлично понимаем, что в день там даже по 350к, если бы он бил бы, он бы данный рекорд бы скорее всего бы сумел попить. Ну, то есть, 350-400к в день, туда-сюда, и он бы его побил. Он сумел превзойти мои ожидания. Я для него говорил, что побить просто рекорд это будет мало. Сделать там 2 ляма 100, 2 200, 2 500, это фигня. Я ему сказал, что набьешь троечку, будет видос. Будет уже смысл вообще записи. То, что он побил на 50 тысяч, что это за рекорды вообще. Тут превзошел на лямчик. Вот это сразу видно. Подход человека, да. Я понимаю, что многие вообще там вдумываются. Как можно столько набить? Как можно столько прозадротить? Да, и типа, зачем вообще это делать? Зачем так себя там убивать? И все такое. Но у каждого есть свои интересы, свои цели. И если у человека он такой, то его, конечно же, нельзя осуждать за это, как по мне. Я уверен, что я никогда бы такого не сделал. Потому что это очень жестко. Это очень безумные цифры. Хотя, по сути, данный игрок тратил намного меньше времени для достижения данного рекорда, нежели ребята, которые сумели достичь предыдущий рекорд. Я имею ввиду игрока с ником Cat и Ennison, если я не ошибаюсь. Именно эти 2 рекорда были 2 месяца назад сделаны новыми. Ну, а что касаемо других ребят, сегодня тоже я про них проговорю. Артемочек у нас занял первое место с, как я уже сказал, 3 миллионами, 41 тысячи. Набил более 1 миллиона опыта. 1 160 000, да, это только то, что показывается в рейтинге. Если посмотреть просто на то, что показывается в рейтинге, это уже 1 200 000, это, соответственно, 6 легенд. Но в общей сумме мы добавляем еще то, что он набил с премочкой, потому что премочка здесь не учитывается, если я не ошибаюсь. Или премочка, или еще что-то. Короче, есть еще дополнительная темочка, которая не учитывается в опыте. И получаем то, что он примерно за неделю поднял 9 легенд. 9 легенд за неделю. То есть, по сути, можно было прокачать полноценную новую легенду. Да, с нуля, с новобранца до легенды. Но это было бы, может быть, чуть-чуть сложнее, может быть, чуть легче. Я, честно говоря, не знаю, насколько это вообще сейчас реализуемо. Но вот такие вот безумные цифры у него сегодня получились. Да, потому что на момент записи видеоролика уже понедельник. Я могу сказать, что сегодня вот такие цифры у него получились. Второе место по рейтингам. И тоже новый рекорд сумел сделать игрок Этерники. Да, в нынешнем состоянии он состоит именно в данном замечательном коллективе. Это Врукс. Он сумел набить 1 миллион 55 тысяч опыта. И поднять 2 миллиона 400 тысяч кристаллов. Что на почти 360 тысяч больше, чем предыдущий рекорд. Очень хороший показатель при том раскладе, что в первый день данный игрок, если я не ошибаюсь, вообще не играл. То есть он в понедельник не набивал. Потом, я не знаю, может, загорелся. Может, еще что-то там где-то его забайтило. И он решил тоже погоняться, побить. И я считаю, что это тоже очень жесткий результат. 2 ляма 400. Это надо реально хорошо постараться, чтобы столько набить. Если уж там 3 ляма, это вообще GG. До свидания. То есть 2 ляма 400, как бы это тоже очень хороший результат. Если, например, сравнить коэффициентик. То есть тут коэффициент у Врукса получается 2,4. У Артемочки, если посмотреть на этот коэффициент, то он будет где-то 2,6-2,7. То есть Артемка выигрывал, значит, боев больше. И, соответственно, может быть где-то текскал мячи и флаги. Вместо того, чтобы добивать дополнительные киллы. То есть хороший коэффициент. Это всегда показатель того, что игрок меньше проигрывает и лучше, может быть, делает досрочки в боях. Меньше киллов, больше эффективности в своем бою. По скорости, еще почему-то. Это тоже очень важный фактор. И этот фактор тоже доказывает то, что ты за меньшее количество опыта, то есть за меньшее количество времени добиваешься лучшего успеха. То есть если, например, игроку нужно какому-то потратить там, ну, условно, 10 часов, чтобы набить 300 тысяч. А другому за это же самое количество, эти же самые 300 тысяч, нужно потратить там, например, 7 часов. То есть огромнейшая разница. И за счет этого, конечно, игроки, которые играют лучше, выигрывают больший плюс для себя в таких соревнованиях, в таких вещах, где нужна реально скорость. И как можно больше заработка. Ну и последний, третий игрок, который говорил мне на стримах, да, это подписчик Шокси. Игрок, который, возможно, где-то состоит, но для меня он неизвестен. Я знаю его только как подписчика, как человека, который где-то заходит, общается, нагибует, может где-то, может еще что-то делает. Ну и в общем и целом, он занял третье место, набил 1 миллион с небольшим опыта и 2 миллиона 100 тысяч кристаллов. Он говорил, что он сумеет побить рекорд. Я, честно говоря, не верил, потому что на последний день у него на утро воскресенья было набито, если я не ошибаюсь, лям 700 тысяч кристаллов. И я, честно говоря, уже начинал задумываться о том, что он не сумеет достичь такого жесткого результата. Не сумеет побить рекорд 2 миллиона 40 тысяч. Но он сумел, он сделал, он превзошел его практически на 80 тысяч кристаллов. И я считаю, что это очень хороший результат. Очень хороший результат для него. Очень хороший результат в общем и целом для самого, наверное, себя. Он сумел себе это доказать, что он может тоже тягаться. Да и вообще, если мы взглянем на табличку всех топ игроков, минуты до конца оставалось, в предыдущей неделе, здесь мы увидим тоже большое количество игроков, которые мне известны, вам известны. Тот же Мишанечка Иммортал Херодов занял 16 место, сумел набить миллион кристаллов. Но для него это ничего удивительного. Он, в принципе, практически каждую неделю большое количество кристаллов зарабатывает. А ведь Эмир Гилян добил полтора миллиона. Помогал где-то Тёмику. Сам тоже хотел что-то поднабить. До нового рекорда тянуться не стал. Парламент Глебыч тоже подписчик. Лям 700 набил. Забайтили его понабивать. Он тоже решил позадротить. До нового рекорда не дотянулся. Саур, он же мистер Инфлютидыч, Тоже сумел дойти до 2 миллионов. Это очень хороший тоже показатель. Но, к сожалению, до нового рекорда данный игрок не дотянулся. Ну и если еще посмотреть на опыт. Опыту тут только 3 игрока, которые получили у нас новые рекорды, сумели дотянуться до отметки в больше 1 миллион опыта за всего лишь 1 неделю. Я считаю, что это очень крутые показатели. Если обратить внимание на данные новые топ-3 места по заработку за неделю, то также можно отметить то, что коэффициент все-таки самый маленький по заработку Балушокси. Соответственно, данный игрок имеет меньше опыта в игре. И по факту набил большое количество опыта. Маленький коэффициент, соответственно, возможно, бои сливал. Где-то у него что-то не получалось. И, по сути, наверное, потратил примерно такое же количество времени, что и в Рукс. Но сумел набить за это время меньшее количество кристаллов. Поэтому качество игры в таких вещах очень сильно решает. И, как по мне, такие игроки, как Рукс, как Артемочка, как другие игроки, да, тот же, например, Авито Смергелян, Миша, да, они за меньшее количество времени могут набивать большее количество кристаллов. И это реально очень круто, когда ты пытаешься как можно меньше тратить времени и добиваться лучшего результата. Это я повторяюсь уже второй или третий раз. Но я прошу вас заметить и отметить вообще по сути данный интересный факт и момент. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Если вам понравился, то обязательно не забывайте прожимать лайк. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик. Дабы не пропускать новые интересные видеоролики. Ну и если вы хотите и ждете новых рейтинговых видосов, то давайте попытаемся собрать на этом видосе 150 луксов. Ну и в комментариях напишите, что вам вообще кажется или что вы думаете по поводу вот этих вот новых замечательных рекордов. Возможно, у вас есть какие-то свои определенные мысли, которые вы можете высказать. Я все ваши комментарии читаю, поэтому отправляйтесь вниз и оставляйте свой комментарий. У меня, друзья, на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.